Библейский портал экзегет.ру представляет то, что написали до него синоптики Матфея и Марка Лука. Ранним утром первого после субботы дня еще было темно. Мария и Магдалина приходят к гробнице и видят, что камень отвален от входа. Здесь Мария и Магдалина играют главную роль, одна из женщин, которая следовала за Иисусом. Тогда она скорее бежит к Симону Петру. Он, соответственно, у нас главный среди апостолов. И другому ученику, которого особенно любил Иисус. А вот этот ученик, он все время у Иоанна возникает, и, видимо, это указание на самого Иоанна. И говорит им, забрали Господа из гробницы, и неизвестно, где положили. Смотрите, она не считает, что он воскрес? У нее вполне естественное описание процесса, да? Петр и другой ученик тут же отправились в гробницу, при том оба бегом. Но другой ученик бежал быстрее, оказался у гробницы первым. Дальше вот детали, которые очень четко показывают очевидцы, потому что мельчайшие подробности. Он заглянул внутрь и увидел, что там лежат погребальные перены, но внутрь не входил. Следом за ним прибежал и Симон Петр. Он вошел в гробницу. Вот сразу видны характеры этих двух людей. Этот ученик любимый, такой скорее созерцатель. А Петр решительный. Вот как он ударил раба первосвященника, да, как он там говорил, я пойду умру с тобой, и все такое прочее. Человек действия. И вот они такая пара интересная. Разные люди, но когда они вместе, то возникает какое-то пространство, вот где они дополняют друг друга. Следом за ним прибежал и Петр, и Симон Петр. Он вошел в гробницу, и вот он видит лежащие перены и платок, которым была обвязана голова. Он был сложен, он лежал отдельно на особым месте. Петки, маленькая деталь, он был сложен. То есть, если просто решили куда-то быстро Иисуса перенести, зачем было складывать платок, да, как аккуратно зачем делать. Тогда внутрь гробницы вошел и другой ученик, который прибежал первым. Он увидел это и уверовал. Тут такая маленькая даже, вот, первым-то я прибежал, да, такая маленькая деталь. Но Симон вошел первым, вот. А уверовал первым, опять-таки, другой ученик. Вот какое разнообразие опыта, да. Как-то люди по-разному очень воспринимают одни и те же вещи, но именно то, что они вместе, дает им возможность дополнить друг друга. Но они еще не понимали слов Писания, что Иисус и должен был воскреснуть из мертвых. Ученики вернулись к себе домой. Сказано, что Иоанну веровал, ну, или другой ученик, так его назовем, но не сказано во что. И они как будто еще ничего не обсуждали, да? Ну, трудно же в это поверить. Вот у Иоанна весь то воскресенье, она как-то очень не сразу приходит. А Мария стояла снаружи у входа в гробницу и плакала. Она склонилась к плачу, взглянула внутрь гробницы. Смотрите, она просто рыдает, потому что не только умер ее любимый Иисус, но еще и тела нету, да. Уж совсем даже как бы поплакать негде. И вот она, вот этот жест буквально в плаче, она складывается и видит, что внутри гробницы, видимо, вход был невысокий. И видит двух ангелов в белом, сидящих там, где лежало тело Иисуса, одного в голове, другого в ногах. А почему те два ученика не увидели? Нет, ну, конечно, я не могу за ангелов отвечать, кто из них кому явился, по какой причине. Но вот у Марии все-таки особое отношение, да. Она первым делом туда пришла, она сразу об этом рассказала. Ученики вернулись, ну, как, ну, тела нету, что делать, непонятно, ну, ладно, пошли домой. Она даже оторваться не может, да. Вот она вся в этом, может быть, потому именно она видит этих ангелов. И они ей говорят, женщина, что ты плачешь? Она им говорит, забрали Господа моего, и не знаю, где его положили. После этих слов она обернулась и увидела Иисуса, но она еще не понимала, что это Иисус. Как можно не понять, если он только что вот был живым, и не просто она его знает, она пришла оплакивать его, да. У нее все мысли о нем, как можно его не узнать? То ли ей глаза слезы так застят, что она уже ничего не видит, кроме общих контуров, а то ли он так изменился. Вот Иоанн загадочно все описывает. А то ли воскресенье настолько не вписывается в нашу картину мира, что она, видя его, не верит, что это он. Говорит ей Иисус, женщина, что ты плачешь, кого ты ищешь? Та решила, что перед ней садовник, и говорит ему, господин, если это ты унес тело, скажи мне, где ты его положил, я заберу его. Иисус ей говорит, Мария. Наверное, ну, голос близкого, родного человека, да, какие-то особые интонации, вот как-то, может быть, вот, он что-то такое сказал, что как только он к ней обращался, она обернулась, она же от него уже отвернулась, да, в плаче опять. Вот смотрите, с одной стороны гробница, с другой стороны воскресший Иисус, и она как-то все больше в сторону гробницы, ну, естественная скорбь, да. Она обернулась и говорит ему по-еврейски, Равуни, это значит, учителем. Отвечает Иисус, не держись за меня, еще не вошел к отцу. Вероятно, она бросилась прямо, ну, или объятия, или вот на землю упала, и ноги его стала целовать, или попыталась, да, и такое естественное желание схватиться за любимого, да, особенно по-женски, да, и вот никуда-никуда не отпускать. Не держись за меня, я еще не вошел к отцу. Иногда говорят, его тело еще там обладало какими-то особенными свойствами, но мне кажется, здесь можно гораздо проще это объяснить. Вот не удерживай меня, потому что мне предстоит еще восхождение к отцу, но очень хочется, да, вот родной любимый человек умер, а потом он ожил, вот хочется прямо схватить и не отпускать, да, но так не будет. А вместо этого, ступай к моим братьям и скажи им, что я возвращаюсь к отцу моему и отцу вашему, к Богу моему и Богу вашему. Он называл их уже друзьями в речи после Тайной вечера, здесь он их называет уже братьями, но братья это те, с кем у тебя общий отец. Вот так оно и есть. И Мария Магдалина идет к ученикам с вестью, я видела Господа. Второй раз приходит, да, первый раз она просто сообщила, его тело унесли, а второй раз она приходит, я видела Господа. Она им это рассказала. Как бы на месте учеников отнестись? Ну, наверное, что женщина повредилась в уме из-за горя и печали, да. Похоже, что они так же, потому что никакой реакции мы не видим. Вечером того же дня, первого после субботы, ученики собрались вместе и заперли двери, потому что боялись иудеев. Ну, их маленький кружок, как-то им надо держаться друг к другу, да, что, как теперь жить. И тут входит Иисус, встает посреди и говорит, мир вам, обычное приветствие. С этими словами он показал им свои руки и ребра. То есть, видимо, как подтверждение, что это не призрак, да, что это реальное телесное явление. Ученики обрадовались, увидев Господа, хотя сквозь закрытые двери, да, что важно. А Иисус снова им сказал, мир вам, Отец послал меня, я посылаю вас. После этих слов он дунул на них и добавил, примите Духа Святого, кому простите грехи, тем они и будут прощены, на ком останете, оставите на тех останутся. Ну, здесь, конечно, можно до бесконечности спорить, кому конкретно относятся эти полномочия и почему именно прощение грехов. Но, смотрите, вот очень много говорилось на протяжении всей проповеди Иисуса о том, что погибнут во грехах, если не примут его, да. Вот в данном случае, как раз, собственно говоря, ученики несут дальше эту весть о том, что принятие веры в Иисуса избавляет человека от грехов. Я думаю, что это так стоит понимать. Когда приходит Иисус, с ними не было одного из двенадцати Фомы по прозвищу Близнец. Другие ученики ему рассказали, мы видели Господа. Он им ответил, пока не увижу на его руках ран от гвоздей, пока не пощупываете хран собственным пальцем, а собственной ладонью рану в ребрах не поверю. Ну да, пощупать надо. Вот есть люди, которым важно пощупать. Киноэстетиками их называют. Через восемь дней ученики Иисуса снова собрались вместе. Был среди них и Фома. Восемь дней терпел. Восемь дней он пребывал вот в этом состоянии. Двери были заперты. И вот входит Иисус, встает посреди них и говорит, мир вам. А потом говорит Фоме, протяни сюда палец, вот мои руки, ладонью ощупай рану в ребрах, не будь неверным, уверуй. Так ответил ему Фома, Господь мой и Бог мой. И не сказано, что пощупал. Вот оказалось ему это не нужно, когда он его увидел. Но Иисус был готов ему это дать. Говорит ему Иисус, ты уверовал, потому что увидел меня. Благо тем, кто поверил, не видев. И это уже, конечно, про тех, кому весть принесут ученики. Зачем эта история про Фому? Ведь она особенно ничего не меняет в этой истории про воскресенье. Ну, что тяжело принять эту весть, да, наверное, что некоторым людям мало одних слов и нужно что-то осязать, да, наверное. А мне кажется, это еще про то, что Иисус идет на любое снисхождение для того, чтобы человек его принял. И дальше вроде бы конец, хотя у нас еще 21 глава потом будет, но она как такой эпилог отдельно. Иисус сотворил пред Своими учениками много других знамений, о которых не рассказано в этой книге. А эта книга написана, чтобы вы уверовали, Иисус есть Христос, Сын Божий, и, уверовав, обрели вечную жизнь во имя Его. Вот основная цель этой книги. Но зачем-то еще 21 глава, зачем мы подумаем, когда мы ее прочитаем? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok